Дорогие друзья, с вами Апатон и сегодня канал, и сегодня я выкладываю такую эту. И сегодня будет топ-5 персонажей, на которых часто играют люди. И первый бралик, который открывает наш топ-5, это Дэрил. Лично у меня много раз в мою катку попадался Дэрил. И я часто не мог его убить, тем более если в Брау Боле, потому что сам я в Брау Боле за него особо не умею играть. Ну, не на всех картах. А так умею. Ну, и то не очень хорошо. Вот. И он, наверное, вам тоже часто попадался. И я вам сейчас расскажу его плюсы и минусы. Плюсы. Он достаточно быстро бегает. И у него ульта, если ты поедешь по воде, ты можешь где-нибудь забаговать, в принципе. Вот. Минусы. Ульта не очень длинно. Ну, вот. И плюсы. Вблизи он хорошо атакует. А вот издалека вот эти пули, когда долетают, они плохо атакуют. Это минус. Вот. И когда у него мало жизни, он становится более быстро бегать. Он более быстрее бегает. И так же у него достаточное количество жизней. Тем более, если у вас много банок. Тогда Дэрила сложно убить. Но можно. Сложно, но можно. Вот. И лично я на нем иногда играю. Я его поднял на 500 кубков. И теперь я на нем изредка играю. Потому что боюсь его слить. Да. Вот И еще один плюс, это то, что Если Дэрил с большими банками К тебе неожиданно подкатит То ты, может быть, и не выживешь Ну, потому что банки Не маленькие Да Но если тебя встретит Шелли или Бу в кустах Выжить шансов ноль Ну, почти ноль Только если у тебя нет ульты, чтобы убежать Если ульта, у тебя есть шанс выжить Но следующий персонаж Который занимает топ-2 Это у нас И второе место Лично, по моему мнению, занимает Динамайк Говорю сразу в это видео По моему мнению, как там Ну, какие персонажи, части попадаются Это лично мое мнение Не подписчиков моих А лично мое Потому что я еще не знаю, как это спрашивать Что-то у всех подписчиков Вот Поэтому это лично мое мнение Лично мне очень часто попадался Динамайк В игру мою Вместе со мной И я часто не мог от него укрыться Убежать, чтобы он меня не убил И он меня часто убивал Вот Его плюсы Издалека он таки нормально атакует Но если к тебе, как и сейчас Ко мне подкатил Дэрил вблизи Или Бу прилетит Или вблизи Шелли Закрысят Шансов у тебя выиграть почти что нет И еще одни плюсы Это у него Когда он атакует То И еще один плюс Это когда он атакует Да Он атакует издалека И он может Такие достаточно сильно бесить А если у него еще ульта У тебя мало жизней А радиус ульты У него такой немаленький Я вам скажу То он убить может запросто Но вот только если Не вблизи Да Там уже спасет пассивка Или ульта Вот И то редко бывает такое Минусы У него Маленькая Ну Меньше всего жизни Не меньше всего жизни А мало жизни Вот Ну И поэтому Мортис Его убивает там Ну почти с нескольких ударов Это его Это минус Динамайка Да И если тебе какой-нибудь там Или приму вблизи Дэрил там Я не знаю Да и ворон издалека Может в принципе и убить Поэтому тоже Ну Минусы Это Что если ты Попытаешься кого-то Убить вблизи Или ты не умеешь Играть на Динамайке То Вот как я не умею На нем играть То Ты особо не сможешь Затащить игру Или выиграть на нем Там Или поднять кубки Лично я поднял Двадцатый ранг Было пятьсот кубков И я слил Да На четыреста семьдесят один Ну вот Поэтому за него тоже Нужно уметь играть Но я его не отнес В топ Прошлый Потому что Ну На нем много людей Умеет играть Вот Ну лично по моему И наше третье место В этом топ пять Занимает Нита Лично я много раз Видел Когда мне в катку Попадается Нита Вы наверное Мало раз Но лично я много Ну лично у меня Вот так И это только Мое мнение Вот И ее плюсы Она Такие нормальные уроны Наносит Ну то есть Много жизни Можешь снести Тем более Если она Как бы У тебя мало жизни И придет она вовремя Плюсы Вот я пока что Рассказываю плюсы Плюс Если мишка Тебя ударит То будет Таким нормально Больно Ну не очень Много жизни Он снесет Но при этом Приятно от этого Ничего не будет И еще Когда мишка Спавнится Если у тебя У мишки Ну у тебя Много банок То он наносит Больше урона А если у тебя еще И пассивка То все Мишка опасный Но вряд ли Его кто к себе Подпустит Кто-то себе Вот И минусы Не так много Жизней Даже меня уже Там биби Завалило С двух ударов Поэтому Не так много Жизней Это хороший Минус Я считаю Что это Такой нормальный Минус Вот То что у нее Мало жизни И особо Ты на ней Не потанкуешь Поэтому Чтобы на ней Играть Тоже нужно уметь Но не так сильно Как ко мне Относится Там Топ Мои топ 5 Видеороликов Вот эти Вот этот мой Видеоролик Про топ 5 Персонажек На которых Надо уметь играть А вот на кольте Это да Нужно уметь играть Он меня в краске Сейчас убил Это значит Тот человек Который умеет Играть на кольте Вот Я рассказал И топ 4 Занимает У нас И четвертое место У нас занимает Наша Пэм На ней часто Люди играют Лично я так думаю Что на ней часто Играют люди Может быть Это и не так Лично я на ней Много играю И я много раз видел Когда мне в катку Попадались люди на Пэм Тем более В Браво Боли На некоторых картах Они просто Чисто там Ставят хилочку И всех хилят И это плюс И плюс И минус Сейчас я скажу Минус У нее пули Летят очень Как бы Разнообразно По зигзагам По дегонали Иногда А иногда Просто ров Вот Из-за этого Ты можешь быть В кустах И не заметишь Что вообще Кто-то сидел Если ты их проверяешь И плюс Это ее хилочка Потому что Она хилит Таки достаточно Но еще Если ты Должен как-то Законтраться От врага Ты этого не можешь Делать Хилочка Тебе на помощь Ты ее ставишь Она во-первых Хилит Во-вторых Ты защищаешь Тебя От этого всего Армагеддона Пока тебя не убили Вот Ты себя защищаешь И поэтому Тебе уже легче Но если Подойдет Вблизи Какой-нибудь Шелли с ультой То Хилочка Наверное И не спасет Особо Вот Плюсы Эти Ее Этот ее Пылесос с гайками Очень достаточно Хороший Ну Хороший Жизнь Сносит Поэтому Это тоже Плюс Таки Я считаю Нормальный Поэтому Я бы советовал Вам на ней играть Вот И Лично Я на ней играю Я почти ее на 500 поднял Вот На ней конечно Немного сложно играть Но По-моему Она у меня даже В топ вошла Я уже даже не помню Ну в топ Персонажей На которых надо уметь играть Я не помню Лично уже Вот И если у тебя много банок Она носит многие И хилит Ну таки Нормально Вот Ну и наше Первое место Занимает Заслуженно Наша Это конечно же Беа Что вы хотели От меня Логично Что это будет Беа Потому что Этот персонаж Если кому-то Уже выпал На нем Они почти только И играют Вот Это пчелка Беа Да Вот И Они за нее Часто играют Люди эти И Плюсы Она Если один раз попадет То второй ее удар Снесет там Две тысячи А если полная прокачка То очень-очень много Поэтому Это ее плюс Плюс Еще Это ульта Она может остановить Очень хорошо Тем более Если ты играешь За восемь биты Она тебя остановит Так Что тебе мало Не покажется Еще один плюс Это Ой Блин Подождите То что Ну вот Ее ударили Опять уже Это говорю Второй раз Да я знаю Вот Если у тебя Побольше банок То она наносит Не знаю Не пчела А шмель Вот И ее минус У нее не так много ХП Чтобы сражаться С ближниками Вблизи Хотя мало у кого Такая способность Есть в этой игре Кроме ближников Собственно Да Вот И Беа Только издалека Может как-то Им там Надавать И их убить Поэтому В этом Весь ее почти Прикол И состоит Вот Но при этом Ульта ей Очень хорошо Помогает Потому что Если ты кого-то Остановишь То потом тебе Его убить Легко Но лично Я не всегда Могу добить За меня Обычно Другие люди Которые Есть в моей игре Добивают Забирают Банки А я Остаюсь без них Вот И такое бывает Часто Тем более Со мной Да Вот И Еще один плюс То что Лично Как по-моему Так она Достаточно Быстро Бегает Лично По-моему Она Достаточно Быстро Бегает Вот И за нее Очень Легко Играть И очень Круто Играть Да и Некоторые Могут Позавидовать Что у тебя Есть как бы Новый Персонаж Который Вышел Вот Недавно Поэтому Это неудивительно И Если ты Будешь Как-то Пытаться Вот От 8 бита Отстреливаться То тебе Будет Полегче Потому что Он не Такой Быстрый Но Это Все Знают Что Он Медленнее Чем Улитка И От дыма Он Особо Не убежит Если Ты Его Зажмешь Ну А С вами Был Я Платон Ну Мой Канал Под Именем Фоги Всем Удачи С вами Был Я Фоги Всем Пока